Вот уже несколько дней осталось до финала самого прекрасного периода в жизни женщины под названием беременность. Все живет в ожидании появления малыша. Кроватка уже собрана, пеленки и распашонки поглажены, пакет в роддом стоит на самом видном месте и ожидает своего часа. Волнение просто одолевает, ведь схватки могут начаться в любой момент, даже не дождавшись предполагаемой даты родов. Как определить начало схваток, чтобы вовремя вызвать скорую помощь и передать себя в руки опытных врачей и кушеров? Что такое схватки? Схватками считаются регулярные и непроизвольные сокращения мышц матки, которые вместе с потугами помогают изгнать плод. Роды начинаются с появлением регулярных схваток, которые способствуют раскрытию шейки матки до нужного размера. Врачи рекомендуют записывать на бумаге время начала первых схваток и следить за их учащением. Первые схватки похожи на спазмы, которые женщина испытывает во время месячных. Интервал между ними составляет в среднем полчаса, а сами схватки длятся 5-10 секунд. По мере нарастания родовой деятельности период между схватками сокращается, их продолжительность увеличивается, а сами схватки становятся очень болезненными. Когда частота схваток будет максимальная, раз в 1-2 минуты, они перейдут в потуги. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Как отличить ложные схватки от настоящих? Ложные или тренировочные схватки, их еще называют схватками Брикстона Хиггса, не являются началом родовой деятельности, отличаются своей нерегулярностью. И практически безболезненностью. Например, вторая схватка наступила через 5 минут после первой, а третья через 20 минут после второй, а четвертая только через час. Такие схватки пройдут самостоятельно, если прилечь на бок и расслабиться. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Если же ложные схватки приносят явный дискомфорт, то можно выпить две таблетки, но шип. Если же схватки остаются нерегулярными и становятся болезненными, то лучше вызвать скорую помощь. Тренировочные схватки могут продолжаться довольно продолжительное время и иногда перерастают в настоящие схватки, превращаясь в регулярные с определенной болезненностью и периодичностью. Как же определить начало схваток? Многие рожавшие женщины заметили, что если постоянно ходить в ожидании схваток, то они как назло не появляются. Но стоит на какой-то момент о них забыть, так они тут как тут. Женские волнения оправданы, но определить начало схваток несложно, так как спутать этот период нельзя ни с чем. За несколько дней. Или часов у беременной отходит слизистая пробка. С этого момента можно ждать начала родов. Бывают такие ситуации, когда околоплодные воды отходят раньше, чем начинаются схватки. Но это считается началом родовой деятельности. Верный способ определить начало схваток, это подсчитать продолжительность и временной интервал между болевыми ощущениями. Боль во время схваток особенная, накатывающая. Она нарастает постепенно, достигает пика и также постепенно отпускает. С сокращением интервала схватки становятся более болезненными. Боль может вызвать небольшой озноб и тошноту. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Еще одна-одна отличительная черта настоящих схваток, это схватки в области крестца и боли в пояснице. Женщинам не стоит беспокоиться о том, как определить начало схваток. Когда они начнутся, женщина это поймет сама. А пережить время начинающихся схваток до отъезда в роддом, женщине помогут полезные советы. Отправляться в роддом нужно, когда интервал между схватками составляет 10-15 минут, в зависимости от того, как далеко находится роддом. Если одолевают тревогу и беспокойство, то выехать можно раньше. Добираться до роддома в дневные часы лучше на машине скорой помощи из-за возможных пробок, а ночью можно и на личном автомобиле. Если роддом находится совсем рядом, то можно дойти пешком, при условии, что беременность протекала хорошо и нет противопоказаний к чрезмерной активности. Во время схваток дышать нужно правильно. Излишнее волнение или паника только усилят болевые ощущения. Во время продолжительного интервала между схватками можно приготовить мужу еды на пару дней и собрать сумку в роддом. После начала схваток принимать пищу не рекомендуется, так как сильные схватки могут вызвать рвотный рефлекс. Тревожиться понапрасну не стоит, определить начало схваток женщине помогут ее новые ощущения, которые будут являться началом родовой деятельности и приблизить женщину к самому долгожданному. Моменту появлению малыша. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Подписывайтесь на канал.